Сейчас вы увидите эксклюзивное видео крушения самолета, в котором якобы числился Пригожин. Итак, что известно о крушении самолета в Тверской области на борту, которого числился Пригожин? Бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По предварительным данным на борту было 10 человек, и все они погибли. Шансов у них, конечно, не было. В списке пассажиров числится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация. Именно повар Путина, человек, который готовил марш справедливости или переворот, как называют некоторые. Итак, мы видим, что по каким-то странным причинам, непонятно, то ли сбит самолет, то ли нет, но он горит, пылает и дымит. Что же произошло на такой высоте? Как вы считаете, простил ли его Путин? Ведь он говорил, что предательство не прощается. Единственное, что он не может простить, это предательство. В то же время мы очень много слышали, когда на расстоянии 200 километров остановился Пригожин, он шел на Москву, на Кремль, марш, так сказать, справедливости, или готовил очередной переворот, или были смутные времена, как кто-то называет. Неужели ему так все легко сошло с руки? Его не посадили? Была подготовлена антитеррористическая кампания, то есть фактически его признали террористом. И вдруг, опаньки, все ему простили, отправили в Беларусь, отдали ему все эти миллиарды непонятно откуда взятые, даже оружие. Итак, мы видим вот этот самолет. Что же на самом деле произошло с этим самолетом? Странное совпадение. Не кажется ли вам? Задается вопросом подписчик в комментариях. Мы видим, как самолет падает вниз, и у него, конечно же, нет никаких шансов. Он просто камнем летит вниз. Что произошло? Самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области возле населенного пункта Куженкино. На борту было трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли, сообщает МЧС. Итак, мы читаем и узнаем о том, что на борту было трое пилотов. И почему эти три пилота не справились с управлением? Куда летел самолет? Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Согласно списку пассажиров, в их числе значится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация. Какова была реакция властей? Росавиация начала расследование катастрофы. На месте работают представители правоохранительных органов и МЧС. Как пишут в комментариях, они убирают следы попадания, прямое попадание ракеты. Как пишут в комментариях. Расследование взял под личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как вы считаете, неужели после всего, как там кто-то взял под личный контроль, можно будет узнать, увидеть какие-то подтверждающие факты, что на самом деле произошло? Давайте еще раз посмотрим эти видеокадры. Мы видим, что ни с того ни с сего самолет начинает дымить и камнем летит вниз. И самое странное, что нашелся человек, который это все заснял. Как вы думаете, не специальные ли службы это все снимали для того, чтобы были улики того, что никакая ракета не попадала? Но сам тот момент, когда был грохот, взорвался самолет или что с ним случилось, конечно же, видео мы с вами не наблюдаем. Что произошло на самом деле? Если он убит, то кто заказчик убийства? Узнаем ли мы когда-нибудь правду или нет? Сразу вспоминаются случаи с Лехом Качинским, который прилетал в Россию для того, чтобы почтить память о польских генералах, которые были расстреляны. Вместе с ним было более трехсот самых важных людей Польши. И, конечно же, совпадение. Пилоты не справились с управлением. Самолет взорвался. Никто не вышел. И сегодня мы видим практически то же самое. Неудобные люди для Кремля по исключительно случайным совпадениям вдруг уходят в мир иной. Добровольно ли они уходят или кто-то им в этом помогает или кто-то заказывает? Как ни странно, и тот, и второй, и тех поляков, и Пригожина, как пишут в комментариях, Кремл считал предателями. Они работали против Кремля. Мы не делаем никаких выводов. Напомню, что мы находимся в России и верим исключительно официальной информации из уст Пескова. Но вам никто не запрещает написать свое мнение в комментариях, конечно же. Подписаться на канал, потому что мы будем читать новости. И между строк будем читать комментарии. Ну а выводы делать только вам.